приветствую вас на нашем канале про пчеловодство пашка один меня зовут пашка и сегодняшняя тема видео таки интересное сегодня общаемся с вами на тему на тему пожатия пчельных семей что нужно делать при первом лете пчел какие вообще работы смотрите у нас сейчас температура немножко опустилась а до минус 19 сегодня утром было я думаю что наверное нужно набрать несколько пакетов меда и завести определенным членом 7 положить его потому что есть большая вероятность что будут голодовать есть наверное уже на сегодняшний нерасплод и все возможно что могут даже последние дни погибнуть не довернуть так ребята по поводу первой работы что должен делать пчеловод при первой работе на пасеке вот тоже где тема интересная я наверное и и конечно же буду показывать как и должно быть но все же мы давайте ее немножко обсудим так где-то карандаш карандаш в кармане задержит смотрите ребят первые работы на пасеке ну например мы имеем улей мы имеем пчел которые размещаются вот так и здесь кстати интересно что без разницы какой вас воли это может быть и лежак это может быть и корпусная система и мы приходим делаем такую процедуру вообще если верить многим пчеловодам ну оптимально если вот например вот в корпусной системе огромнейший плюс как они называют это то что мы можем поднять корпус и забрать и вытряхнуть снизу подмор пчел и весь мусор который ведь там есть потом принципе корпус поставить назад и на этом все закончилось да вот имеется ввиду все просто и все элементарно но все таки я бы отдавал предпочтение осмотру пчелиной семьи почему первое основу особенно поймите правильно опять же что здесь все играет разные вот как разные ситуации разные случаи пасека которая имеет например 500 пчелиных семей то ясно же что пчеловод не может по своей функции осматривать каждую пчелиную семью по отдельности но пчеловод при первом облете может даже визуально понять какую семью нужно посмотреть какая слабая что и нужно сделать и как вытряхнуть но но имеется ввиду что даже в этом случае пчеловод может понять для него это несложно для пасек которые имеют небольшое количество пчелиных семей а это 100 штук включительно когда пчеловод начинает пузыриться и начинает рассказывать особенно мне нравится пчеловоды которые не имеют даже 20 там и у днем начинают пузыриться и начинаю а если бы грешка а если бы мишка так делала если бы тут то ты извините на слово вообще никто и звать тебя никак и пчел у тебя по сути нету и ты тут начинаешь рассказывать как бы кто делал б ты покажи свои достижения ребята ты отталкивайся от того что например там пчеловод определенный с таким же количеством ульев собрал по 200 килограмм меда на один улей да но не так она не получится потому что я лодор я буду сидеть и сопли дуть и рассказывать а если бы то и бд е если ты должен улавливать разницу за счет того что у тебя мало у лев ты должен собирать нам в война да даже в три раза больше меда и ну потому что ты можешь обходить этих три улья а большая пасека не может обходить эти улья а вот и все ну стоп член их семей я конечно за ну но все-таки тоже там можно в определенно нужно пересматривать так что учитывайте это то я даю отдаю предпочтение например осмотру пчел почему потому что бывает такая ситуация что например вот этих две рамки с расплодом вот это пустая вот это на ну вот вот эти две пустые вот это медовая да то вот этих две пустых нужно забрать сюда плюс плюс одну одну медовую рамку пчел поджать на четыре рамки и все и поставить заставной и сразу же чистим дно выбросы и переходим дальше к следующему люру все это занимает небольшое количество времени но ты когда сделал эту работу ты уже не берешь не подкармливаешь пчелиные семьи не ложишь лепешки не доложиваешь мед не кормишь сахарным сиропом и ты понимаешь что в каждой пчелиные семье в определенных случаях да вот например в этом году я вас буду наверное смотрим будем смотреть как лучше возможно будем даже давать медовую сету но суть в чем что ты знаешь что в каждом улье как минимум есть минимум 6 килограмм меда максимум если на 2 там рамок по 4 килограмма а то бывает не нужно больше поставить то 10 килограмм ты не переживай что пчелиная семья не будет развиваться так что это должен делать каждый пчеловод у себя на пасеке смотрите он упрощает все потому что если тебя пасека небольшая ты просто пришел за полчаса по вытряхтовал донья пчелы тебя облетелись а и потом еще после этого облета у тебя пчелы извините на слово отошли отошли это по пчеловодческому по профессиональному а для более таких человек которые не понимают подохли то ну грош тебе цена как говорится ребята про поджатие пчелиных семей когда лучше проводить сразу хочу сказать что поджатие пчельных семей можно проводить даже сегодня даже сейчас вот сейчас станет более тепло можно выходить и пчел поджимать но в каждом действии есть определенные последствия сразу хочу сказать я не хочу сейчас тратить время рассказывать отдельным людям что там про метод гопки потому что в гопки дальневосточная украинская степная пчелиная семья определенные моменты и там и то и сё об аква свекарника не получится ребята расслабьтесь утритесь и вообще не смотрите это видео дальше потому что я не я не понимаю насколько нужно быть извините на слово я бы сказал бы сейчас дуба дятлам чтобы рассказывать какую-то фигню вот это нести эту постоянную ересь откуда вы это вообще берете ты пробовал ты смотрел ты работал ты понимаешь что ты рассказываешь ты отталкиваясь от логики своей не каждый может своей логикой хороший похвастаться не каждый имеет столько опыта чтобы хвастаться своей своей логикой поэтому сначала практика потом начиная рассказывать а потом а то я дать то да все все могут рассказывать что получится не получится но суть сводится к чему этой всей дискуссии поджимать можно все и карнику и бакваст не является эта проблема никто не обсырается ничего не будет не никаких проблем не переживать если вам нужно но суть сводится к чему вот почему я сказал перед этим 10 каждое действие приводит к последствиям для чего нам это нужно сделать мы должны просчитывать что поджатие пчельных семей нужно проводить в то время когда будет какая-то подкормка какая-то пыльца чтобы было развитие дальше должен быть смысл того что мы наращиваем члены и семьи ну например если мы это сегодня будем проводить до более-менее стабильной температуры нам еще если мы читаем сегодня 10 в 8 9 февраля считаем что ну мы так за украли муру говоря у нас есть 20 дней февральских март еще 30 дней это получается 50 дней в апреле у нас более-менее стабильная такая стабильная холодная температура и где-то до 20 апреля 70 дней до такого как бы говорим ну не взятка что такого развития скажем так 70 дней хорошо мы прикинули 70 дней за 70 дней ребята пчелиная семья нагоняет по практике это именно даже нужно меньше в районе там 60 дней с 10 рамок пчелы нагоняет до до там 20 20 с чем-то рамок пчелы и плюс расплода это очень-таки мощно очень быстро но задается вопрос а для чего нам такая семья на это время ну просто ну а для чего для того чтобы эти пчелы строились она фишка даже не в том да если было бы все так просто смотрите я насколько понимаю про метод гопки вот и сколько можно за него говорить здесь нужно отталкиваться от ресурсов которые мы затратим и ресурсы которые мы получим получим насколько это эффективно насколько мы насколько мы наработаемся сколько мы с кормим сахарного сиропа и сколько мы получим выхлопа в общих чертах вот в чем задается вопрос я давно заметил что например даже в интернете и многих даже на ю тубе многие любят хвалиться расплодом блин в рамках без пропусков это уже какое-то достижение от бруска до бруска ну вот я вам скажу не достижение надо хвалиться медом результатом результатом конечным я насколько понимаю вот меня можете поправить в тех регионах где обитает гопка весна настает очень резко ну например если он работает это как бы объяснить как бы объяснить я я я просто отталкиваюсь от того что в них зима а потом весна у нас зима весна непонятно что вот дальше у нас идет март марте в нашу пчелы там что-то летают что-то работают они у нас тоже холодно март у нас холодно и апрель у нас погода так себе вот имеется ввиду здесь нужно учитывать от местности вот имеется ввиду что мы зима весна и март апрель и февраль нас холодно нас настает более менее нормальная погода это май месяц этот есть такие вот последние два или три года что под ней 10-15 у нас тоже холодно и получается что для того чтобы нарастить такую пчелиную семью по поджатию от мы стартуем сейчас поджимаем пчелиную семью и начинаем наращивать для того чтобы ее нарастить нам нужно скормить огромнейшее количество сиропа сахарного наработаться с этим а в конце концов мы не получим того результата которого мы хотим нам нужно так вот поджатие должно происходить таким образом например я просто объясню я понял что многие сейчас будут не в теме но поджатие должно происходить таким образом от за 30 там или за 40 дней я так прикинул это нас например март месяц smart март месяц март месяц мы сжимаем пчелиную семью и начинаем подкармливать вот наша пчелинная семья они отсеваются хорошо все появляется много расплода расплод выходит это уже у нас апрель месяц опять же мы подкармливаем и на пчелиную семью например мы не затрачиваем большого количества потому что в марте минусовой температуры как бы есть но она него незначительная есть принос пыльцы и соответственно есть принос нектара и получается что мы не затрачиваем большое количество сахара если мы проводим ту же процедуру например уже феврале чинная семья наращивается чуть быстрее закормка с сахарным сиропом должна проходить намного активнее и мы теряем большое количество ресурсов дальше на она ли мы например на середину марта сильную пчелиную семью логика дальше что нам с ней делать что делать даже то даже на середину апреля если мы будем иметь 20 рамок пчелы 6 не делать делить нас холодно мы маток не можем вывести как что как делать отводки для чего как вот сама суть поняли что что мы можем сделать если вот логически вот мы думаем вот хорошо бывает тепло бывает холодно хорошо нарастили мы пчелиные семьи они у нас сильные на середину апреля хорошо мы это все сделали холодно вот просто холодно пчелы не летают мы выводим матки с начинаем с 1 апреля готовим и вот например мы хотим чтобы они у нас уже облетелись а под конец апреля конец у нас стало и холодной что дальше делать поэтому поэтому просчитывайте эти погодные условия когда у вас более тепло когда у вас более холодно когда лучше нараститься когда хуже нараститься что просто должен быть определенный смысл если мы не сможем сделать отводки вот например мы в конце мая заходим не в конце мая в конце апреля наши пчелиные семьи начинают родиться какой смысл не вижу в этом смысла с этими поджатиями если ранними я имею ду ранними поджатиями потому что во первых пчелы сжирают большое количество сахара а потом а потом а потом мы не знаем что с этими пчелами делать просчитывайте я ей я к чему это все виду чтобы чтобы вы меня поняли сейчас я немножко себе противопоречу про противоречу вы просчитываете свою погодные условия как вам лучше если вас весна раньше вас тепло вот например в апреле месяце вас тепло все на сегодняшний день пчел можно поджимать даже до облета поджали поставили кормушки подкармливаете немножко мороза ничего страшного в апреле тепло стало пчелы там нума март месяц мы их подкармливаем в апреле месяце мы выводим матки все облетается делаем отводки и же гонимся к там взяткам все все классно все суперова но на сегодняшний день я не вижу смысла если у вас будет апрель холодный делать поджатие вот такая друзья ситуация что я всегда рекомендую но на сегодняшний день я для себя не то что всегда рекомендую я для себя принял такое решение что мы поджатие делаем в двух случаях после первого влета если нужно делаем поджатие пчел первый облет или чуть дальше чтобы пчелиная семья ну чтобы мы не потратили больше ресурсом чем нужно но нету смысла закармливать члену и семью для чего чтобы я вам потом видео показывал какие у меня пчелиные семьи сильные покупайте у меня матки или что я не это в этом вот вся дискуссия сводится к чему что вы должны сами по своей местности просчитать и угадать как вам лучше нарастить и поджимать пчелиные семьи потому что я в прошлом году пробовал ну не 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 все так однозначно да не все так просто не все так однозначно нету смысла наращивать и бегать например постоянно с тем чайником целый март без чайником пол апреля для того чтобы выкармливать пчел то нафига мне скормить мешок сахара но мешок сахара сейчас стоит мама не горюй да для того чтобы потом они у меня в мою месяц и начали родиться потому что у нас погоды не туда ну логика в то что или для того чтобы мы вышли на взяток с рапса и дочь пошел как у нас так всегда как у нас что-то не всегда но не получается как-то по-человечески вот к друзей ситуации все будем на этом вращаться всем все на лучше всем пока